Всем привет! Знаете, какая моя любимая песня? Давай. Ого, какая песня. Все, теперь паузу нажимай. Ну, говори дальше. А так, эта песня вообще русская. Она нравится прям людям. Да? Как ты себя чувствуешь? Расскажи. Хорошо. Только эта песня, когда я включил, вообще танцуюсь. Да? Расскажи, как твое здоровье? Немножко. Немножко получше, да? Да. Скажи, всем спасибо, ребята. Всем спасибо, ребята. Да, что нам пожелали здоровья, скорейшего выздоровления. Что пожелали здоровья. Да. Молодец. А смотрите, квадратовый так сделает что? Да. Рому, в общем, разрешили взять планшет, потому что он болеет. Да, Рома? Да? Ну, ладно. Поиграй сегодня. Посмотри. Ну, он не играет, он там музыку смотрит. Да? Слушает музыку. Ну, конечно. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Все? Да. Пошел? Да. Нажимай. Все, все, видео заканчиваем? Нет еще, только начинаем. Всем привет. Я на кухне. Собираюсь готовить себе обед. Не знаю, наверное, сделаю. Как-то я их делала уже. Меня потом спрашивали. Настя, что за лапша такая? Покажи. Вот такая вот лапша. Я ее беру в Литли, когда бывает вот эта китайская неделя. Она какая? Короче, она гречневая лапша. Вот такая вот. Видите, как она выглядит? Вот этой одной, в принципе, достаточно, да, на одну порцию. Я буду делать, знаете, как я уже как-то показывала. Сделаю сегодня не с овощами, ни с чем. Просто на сковородочку с яйцами и сыром себе такой вот обед и еще салатик. В общем, вот такой у меня будет у меня незатейливый обед. Саша на работе. Он сегодня не обедает с нами. Обедает на работе. Давид покушал пиццу. Сказал, мне ничего не надо. Он сделал себе пиццу. Ну, с этого. Замороженную. А у Ромашки еще есть суп. Хотя я не знаю, он будет сейчас суп есть или нет. Что-то он сегодня вообще у меня какой-то не хочет ничего. Ну, может, я ему сейчас попозже еще картошку с фри, может, пожарю. У них обычно, вот когда Саша на работе, это их не как бы, как сказать, релакс в еде. Они выбирают, что хотят. В общем, когда папа дома, мы готовим прям полноценный обед для всей семьи. И все, что мама приготовила, то дети должны есть. А когда папа на работе, в общем, детки могут выбрать себе по своим предпочтениям, что они хотят, я им готовлю. В общем, в этот день они максимально, в общем, я их балую. В еде, так сказать. Все. Что еще? Еще у меня в планах сегодня испечь печенье. Я хочу испечь. Уже давно его не пекла. Его любят все абсолютно. Саша, я люблю, дети любят. В общем, очень вкусное получается, легко печется и улетает только так. Я его часто пеку, и свекровь моя печет его. В общем-то, эта свекровь и нашла его в интернете. И потом уже поделилась. Многие члены семьи, в общем, за пределы нашей семьи тоже его пекут. Так что вот так. Сегодня я с вами поделюсь этим рецептом. Пока сделаю себе обед. А дальше уже, в общем, отключить его. Так, нарезала салатик. Уже тут снимаю, снимаю вам. А мне, оказывается, не снимается ничего. В общем, айсберг салат туда. Сладкую паприку. Перчик сладкий, болгарский. Потом огурчик, помидорчик. Редисочка. Редисочка у нас, в общем, вчера сужена. Еще оставалось. Мы сегодня и завтракали. В окон сутки она попала в мой салат. Вот такой вот салатик. Сейчас соль, перчик. И заправлю. Немножечко, наверное, соевого соуса добавлю. И оливковое масло. Вот такой вот у меня будет салатик. Лапшичка моя, вон, видите. Как видите, там готовится. Уже готова. Она готовится в течение трех минут. Ой, тут немножко она подает. Я ее просто кипяточком залила. Сейчас она еще немножечко. И готова. Все. Сейчас яйца взобью. Посолю, поперчу их. И туда перчик. Перчику и вот с таким сырком сделаю. Порву его туда. Вот так вот. Наверное, чуть-чуть добавлю кипяточка. Чуть-чуть, пускай она еще повторится. Вот так вот. Так, делаю два яйца. Я никого не учу, я просто показываю, да, что у меня сегодня на обед. Что-то вам надо снимать? Кроме магазинов. Раз вам магазины не нравятся. Вот так. Теперь. Соль, перчик. Сейчас, секундочку. Соль. Перчик. Чуточку молочка. Чуточку молочка. Все перемешиваю. У нас, как всегда, не может быть чисто. Уже просмела тут. Вот такой у меня обед получился. Лапша. Но это много. Я все не съем. Половинку, наверное. Остальное оставлю на завтра. Ну и салатик. Сейчас покажу тоже. Ай, ай, ай. Вот он, салатик мой. Все, я буду обедать. Салат у меня еще пойдет на ужин. Буду обедать. Будем готовить с вами печенье, как и обещала. Я уже все здесь приготовила. Я уже все здесь приготовила. Все, что нам понадобится. Там все просто, ничего лишнего. Ну как, в общем, все продукты, я думаю, у каждого есть дома. В общем, приступаем. Сейчас забыла ленчик взять. Включила духовку на 180 градусов. Где-то нам нужно... Пускай пока греется, будем смешивать. Можно вручную, можно машиной, кому удобно. Я, как всегда, венчиком. Три яйца. Пошли, отправили. 150 грамм сахара. Туда же. Потом 200 грамм маргарина или масла сливочного. Но оно должно быть мягкое, да? Туда отправляем. Лопаткой будет удобнее все собрать. Туда же. И 2 столовые ложки полной майонеза. Можно сметану, можно майонез. В общем, у меня майонез. И все это мы перемешиваем. А, еще щепотку соли туда. Ну, так чуть-чуть соли. Ну, вот так я чуть-чуть закинула. Теперь я все это перемешиваю. И теперь мы сюда отправляем муку. Вместе. Сейчас, секундочку. Вместе с разрыхлителем. Муке нужно, получается, где-то 500, 600, 700 грамм. Ну, в общем, смотрите по-своему этим. Около 700, может, вот так вот грамм. Мы будем сотреть. Я вам пропишу рецепт. Чтобы вот так же просили туда вместе с мукой. Еще надо мути. Все, дальше я буду лопаткой вымешивать. Так. Мука закончилась. Теперь вымешиваем дальше. Ой! Мустика, как всегда. Сейчас тесто вымешиваем. И потом к вам подключусь. Покажу, что там дальше получилось. Так. Ну, все. Замешиваем. Ялка. Прямо не в столе. Муку здесь я просеяла. Такое тесто нежное получается. Мам. Да, сынок? Я нашел партию игру, которая хорошая игра, которая самая умная. Да? Да, я самая умная. Ну, иди сюда. Подожди, меня тут в пальце. Мам, я хочу плещить. Ну, иди. А можно один кусочек? Попробуй. У нас ни одно тесто не обходится без романа дегустации. Ну, скажи как. Да, точно? Ну, хорошо. Потом будет, как говорит, зачем ты тесто испортил? Когда спечет, будет говорить, зачем ты тесто испортил? Тесто очень нежное такое получается. Смотрите, какой. Вообще супер. Роман, закрой дверь и не надо шуметь. В общем, озвучивает, что он там делает. Все? Можешь идти? Не. Еще? Еще тесто? Да. Уверен? Да. А печенье с малой будешь делать? Какое? Крюшки крутить. Будешь? Да. Все? Да. Так, ну что, тесто готово. Мне Роман тут уже похватал кусочками. Теперь нам я сразу приготовлю себе лист для печенья. Пергаментом застелила. И теперь нам что понадобится? Чашечка. Делаю, делаю, делаю. Роман тут катает печенье. Насыпаем сахар. Так просто. Скука. И где у нас тут был вот наш ванильничек. Ванильный сахар. Я? Ромаш. Туда высыпаем его. Туда высыпаем его. Туда высыпаем. Для аромата, чтобы сахарный, что же ванильный был. Вот так перемешиваем. И теперь можно катать такие шарики. Можно сделать вот так вот. Можно просто отщипывать. А можно сделать... Ром, ну, пожалуйста, тише. Можно сделать вот такую колбаску. Раскатать. Вот так вот. Раскатываем. Возьмем ножек. И ножку. Чем мельче, тем лучше. В общем, делать примерно одинаково. Чтобы ее можно было, эту печенюшку сразу в ротик. Хоп. Не откусывая. Вот так вот сейчас я их разделю. Примерно на одинаковые. Вот. Теперь делаем. Катаем шарик. Закидываем сахар. Катаем шарик. Закидываем сахар. Такие вот они малюсенькие получаются. Сахар. Сахар. И вот так, Рома. Ой, трюшка. Вот так. И потом вот там насыпали сколько-то. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп. В сахарке их обваляли. И теперь я вам сейчас вниз немножко вот так. Вот лист видно, да? Вот так вот. Расстояние между друг другом было немножко. Чтобы они не склеились. Вот так вот. Выкладываем. То, что они, если немножечко там не совсем круглые или немножечко помялись, это ничего страшного. Они у нас будут такими половинками. Я вам потом покажу. Вот так вот. И выкладываем так. Пока полный не накопили. Так, печеньки я накатала один лист. Это ровно где-то половина у меня получилась на один листок. Ставлю в духовку. Ну и буду пока здесь они... Пока что они пекутся, я буду катать следующий лист. Так, ну все тесто я накатала. Солнышко сыном вышло. Все, все тесто. Знаете, какая моя любимая песня? Знаете? Давай. Все, выключай. А то я тут зашку. А? А то я тут не пропустит наше видео. Так, в общем, все раскатала. Получилось у меня, ну, два с половиной, скажем, грубо, листа. Вот один. И вот тут вот так чуть-чуть осталось. Сейчас я вытащу уже то печенье. Первую эту свою, как сказать, партию. Первый лист. Вот она готова. Вот так вот выглядит. Горячая. Ставлю следующую. В духовку, чтобы закрыть. Ставлю следующую. Сильно горячая. Вам видно, да? Я вот так вниз немножко сделаю. Сильно горячая. Такое сахарное. Дуняшкина радость. Давайте я его сейчас переложу. Чуть-чуть оно остынет, чтобы я его могла разломать. Я его буду пока запланировать. Точно. Потому что невозможно. Допад держать. Сильно горячая. Вот так вот. Так, следующую. Это нужно будет сейчас сюда переложить. Потому что у меня всего два листа. Сейчас сделаем. Сейчас я попрошу, чтобы они не скатились вместе. переложить. И потом вам покажу. Ну, давайте. Вот она. Горячая. Блин, она сильно. А, она сильно горячая. Прямо. Вот она, видите? Песочная такая. Сейчас она до конца. До конца. Ну, хорошо разлетывается. А свинит? И потом я вам покажу. Попробуй. Нормально? Да, вкусно. Сладкая? Так, ну что. Печенье я испекла. Почти все. Последняя партия допекается. Сейчас я вам покажу, сколько у меня получилось. Обычно у меня получается полная вот эта вот чашка. Или как ее посудой? Вазой называть. Ну, и она и будет полная. Сейчас вот допекется. И как раз тут доложу. Вот так вот выглядят печеньки. Сыночек мой попробовал. Так. Не в каждой. Ну, ему понравилось. Он любит такое печенье. Саш тоже любит, как я говорила. Но я пробовать не буду. Хотя очень хочется. Я вам так покажу. Как они. Такая горяченькая. Какое оно на... На этот... Оно на Вите. Все рассыпалось. Вот такое вот оно. Песочное, хрустящее. Такое вкусненькое. Оно, в общем, разваливается прям во рту. Очень-очень нежное. Вкусное. Так что, девчонки, мальчишки, кто печет. Мальчишек, наверное, мало таких, которые пекут. Всем рекомендую готовить. Очень вкусное получается печенье. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok